Добрый вечер! Добрый вечер всем, кто присоединяется к моей беседе, кто ходит каждую неделю. Я очень рада вас видеть, очень рада, что вы действительно приходите и что вам интересно. А сегодня я бы очень хотела поговорить на такую вот тему «Кто же такой праведник?». Мы часто говорим нашим детям, когда хотим их за что-то похвалить, во всяком случае я говорю, я могу за себя только говорить, я говорю им, добрый день, ты пришел уже, я им говорю, мой цадик, мой праведник, мне очень хочется их похвалить, сказать им что-то хорошее своим детям. И в детстве каждый из моих детей готов был очень много отдать именно вот за эту самую похвалу. Интересно, что сейчас они также хвалят своих детей. И мне хочется спросить тех, кто вот уже пришел на урок, на нашу беседу, хочу спросить, что для вас вообще обозначает это слово «цадик», «праведник». О чём это вам говорит, что вы в это слово вносите, что как бы для вас оно значит. Ну, а пока вы обдумываете это непростое, но такое важное слово, я вам расскажу небольшую историю про эпоху маранов. Да, был в Испании некий такой правитель по имени король, да, король Фердинанд. Мы с вами говорим про этот рассказ, это где-то конец 15 века, и в то время королям было выгодно управлять своим королевством, со своим империем, и также решать много разных вопросов именно с помощью инквизиции. А что такое мараны, я думаю, что знают многие или слышали многие, да. Это насильственно крещённые, а иногда и добровольно, евреи в Испании, в Португалии в те времена, да, 5 столетий назад где-то, даже 6 столетий назад. Кстати, я несколько лет назад была с группой еврейской молодёжи в Мадриде, да, и там выезжали в Португалию тоже. И было совершенно невероятно больно, наверное, больно, я скажу это правильное слово, видеть улицы с еврейскими названиями, да, видеть дома, где когда-то были мезузы, видеть места, где когда-то были синагоги. И ни одного еврея, да, несколько веков там нет уже ни одного еврея, да, вот когда был этот геруш, когда евреев выставляли оттуда. Да, но мы вернёмся к нашему рассказу, а то у меня часто бывает отступление. В те времена вот этих маранов часто называли новыми христианами. И вот 4 самых важных поста у этого короля занимали именно вот четверо новых таких вот особых человека. Одним из них был суровый главный инквизитор Томас Тарквимада. Я думаю, что имя этого слышали и слышали не раз. И вот как-то в один из ханукальных вечеров, а вы помните, да, что у нас завтра уже начинается ханука, и мы должны, мы с вами все будем сжигать первую свечу. Так вот, в один из таких вечеров, ханукальных вечеров, он заметил, что Дон Альфредо, который был один из самых близких финансовых советников и друзей этого самого короля Фердинандо, так вот, этот самый Дон Альфредо зажигает ханукальную свечу. Ну, Тарквимадо обмануть было невозможно, что именно делает этот Дон Альфредо, потому что он прекрасно знал, да, когда уже сказала, он был из новых христиан, соответственно, это крещённый еврей, этот самый главный инквизитор Тарквимада. И вот, соответственно, он сразу закладывает этого Альфредо, его хватают, заковывают в цепи и приговаривают к принятому тогда вот за это страшное нарушение, что ты, евреи, выполняешь какие-то заповеди, его приговаривают к прилюдному сожжению. Надо сказать, что король очень ценил этого советника, можно сказать, прямо был вот с ним на дружеской ноге, вот, и обычно казнь делалась на площади и собирался весь народ посмотреть, да, это вот такое прилюдное сожжение было. И король, который так любил и так ценил этого советника, он решает приехать на эту площадь, на эту казнь. Хотя это было не принято, потому что за все действия вот с этими отступниками, за всё это была ответственна инквизиция. Но король решил, что ради вот именно этого человека, этого Тарквимада, он нарушит принятый порядок. И вот, когда въезжает король со своей свитой, полная тишина воцаряется, происходит что-то такое необычное. И король при вот этих тысячах пришедших смотреть на это сжигание, на эту казнь, он заявляет при всех, что он готов помиловать своего советника. Вещь вообще небывалая, совершенно, да. Король говорит, что он готов забыть и простить всё, что было до этого. Но это только при одном условии, если с этого момента Дон Альфред примет на себя христианство, отречётся там от своего Бога и от своих законов. «Как же я могу отречься, когда я связан?» – сказал Дон Альфреда. «Срочно снимите цепи!» – закричал король. «Срочно, срочно!» Он решил, что если снимут цепи с Дон Альфреда, то тот сразу при всех отречётся, ну и всё будет прекрасно. Он чувствует, король, как он совершает такой прям вот из себя красивый поступок. Но в этот момент, когда площадь, вот эта тишина, Дон Альфреда отвечает. «Я связан, но я связан поколениями, я связан цепочкой моих родственников, я связан с Авраамом и Цхак Яаковым, я связан с Всевышним, и я не могу их предать. Я готова была остаться в Испании, я готова была помогать тебе во всём, но предать то, что в меня вложили все поколения, я не смогу». И тут мы с вами возвращаемся, добрый день, кто вот ещё подходит, тут мы с вами возвращаемся опять к вопросу про праведников. Смогли ли вы уже найти ответ, что же для вас, вот в ваших глазах такое праведник? Я буду рада, если вы напишете, потому что на самом деле важно какие-то понятия, которые как бы они каждодневно не носились, но что мы их правильно понимаем, что мы правильно смотрим на человека, мы правильно обозначиваем то, что действительно происходит. И вот что интересно, интересно, что в Торе только о двоих, мне кажется, о двоих, а может быть, о троих, но сегодня мы с вами поговорим о двоих. Людям говорится, что они праведники, прямо вот так вот и написано. Знаете ли вы, кто это, кто эти праведники? Опять же, буду рада, если напишете. Кто-то может сказать, что это Маше, кто-то может сказать, что это Арон, кто-то может говорить про Аврама, Ицхака и даже Якова. Кого в Торе называют праведником и почему? Ну, я, наверное, начну вам говорить, а кто хочет добавить что-то, я буду рада, если вы добавите. Первым праведником, про которого Тора так и говорит, прямо вот так и пишет, это был Ноах. По свидетельству Медрошей, обитатели земли буквально именно в этом поколении Ноха, они погрязли в разврате, погрязли в страшных совершенно делах. И до тех пор, пока не произошли уже вообще какие-то невероятные вещи, то есть стали составлять брачные договоры между мужчинами, между людьми и между скотом. Да, я не буду говорить, где что, на что это похоже, все сами умеют прекрасно сопоставлять. Вот, так вот, люди этого поколения не просто там предавались раз от раза всяким своим страстям, разврату, да, то есть разврат у них приобрел силу закона. Настолько, что если человек вел себя хорошо, это было то, над чем все смеются, да, праведный человек считался каким-то ненормальным, ботаником, может быть, как сейчас говорят, да. Вот, но вот как бы это было поколение Ноха, и в Талмуде сказано, что приговор был вынесен для всего человечества и в частности также для Ноха. Потому что мир судится по большинству, а большинство современников были нечистивцами, и поэтому приговор распространялся абсолютно на все человечества, включая Ноха. В результате Нох и его семья были помилованы, и даже в какой-то момент им поручили ковчег построить и так далее, и так далее. И в Туре сказано «Ноах праведный муж», да, в Берешит прямо так написано «Ноах праведный муж», а также сказано, что «Я увидел тебя праведным в этом поколении». Так вот, его праведности не хватило, оказалось недостаточным, чтобы защитить еще кого-то, кроме него самого. И есть еще такое вот объяснение, по мудрецы Талмуду так говорят, что вот Нох был праведником именно в своем поколении по сравнению с окружающими его законченными нечистивцами. И мы знаем, что даже ангелы-посланники Всевышний послал ангелов. Так вот, ангелы уже, казалось бы, высшая такая категория, которые вообще практически не имеют своей воли. Ангелы не смогли выстоять именно вот в том, в этом Хамасе, назывался Хамас, вот то, что происходило, да, то есть в том самом ужасе, который творится. Почему я так рассказываю о том, что наверняка вы все уже знаете, и почему мне важно это еще раз повторить? Потому что мы должны понять, о чем нам это говорит, что написано в Торе. Был ли Нох выбран Всевышним как спаситель, да, или там передатчик чего-то, или нет? Вот метраж, еще раз поговорю, повторяет о том, что был он, Нох, был одним из всех. Он был таким же человеком. И выбор произошел именно Нохом. Ноах выбрал, это был его сознательный выбор, он был простой человек, и тем не менее он смог устоять и не присоединиться к тому, что вокруг него происходило. И именно в этом его сила, и именно это нам хочет передать Тора, что Нох, я повторяю еще раз, не ангел, посланный сверху, не избранный Всевышним как предводитель, как Муше Робейну, да, или там, то есть он простой человек со своими достоинствами, со своими плюсами, со своими минусами. То есть из этого мы учим, для того, чтобы стать цадиком, ты не можешь быть избранным изначально Всевышним. Ты рождаешься, ты приходишь в этот мир простым человеком. Следующий пример, про который я хочу, чтобы мы немножко коснулись, немножко, значит, поговорили, это Юсеф. Да, но и Йов вы написали замечательно совершенно, но сегодня мы с вами будем говорить еще раз про Юсефа. Да, я сказала про двух людей. Мы коснемся. И вот представьте себе, про Юсеф написано Юсефа Цадик. Так написано в Торе, да. Что это за цадик-то? Представьте себе 17-летнего мальчика. У меня есть сын 17 лет, и я прекрасно понимаю, о чем идет речь. И вот представьте себе этого мальчика, у которого умерла мама, которого предали братья, который не знал вообще, увидится ли он когда-то с папой или с кем-то вообще из своей семьи. Это был в семье покинутый, ну, ребенок или уже повзрослевший, уже молодой человек, да. Человек, который в этом мире, его уже не было. Для всех его родственников его не было в этом мире. И вот этот человек, который находится оторванный полностью от своей семьи, который находится совсем в рабстве, совсем в другой стране, далекой от его корней, далекой от всего. Этот мальчик, за которым никто как бы не наблюдает, не то, что он перед кем-то хочет выглядеть там хорошо или так далее, да. Вот к этому самому мальчику приходят красивые, самые влиятельные женщины Египта и предлагают ему выбор. Какой выбор, кто знает, какой выбор она ему предлагает. Или он будет с ней и нарушит все абсолютно всемыслимые и немыслимые законы, да. Хотя в Египте как раз разврат тоже был в законе, да. Но я говорю про законы, важные для еврея. И вот если он нарушит эти законы, тогда она устроит его жизнь. Но если он ей откажет, то тогда его ждет тюрьма или забвение. То есть представляете себе вот этого молодого 18-летнего мальчика, да, у которого все желания кипят, да. Здоровый живой организм, здоровый ребенок, перед ним красивейшая женщина, богатейшая, влиятельнейшая. Она хочет его одарить любовью. Кто поднимет руку и скажет, я бы устоял, да. Выбор – тюрьма или любовь самой прекрасной женщины. Кто смог бы сделать правильный выбор? Вот если так честно сказать, да, если нам предлагают такое, кто бы смог устоять? А Юсеф смог, да. Именно этот поступок сделал его праведником на все поколения и так далее. Именно этот поступок спас весь наш народ. А праведником он стал не потому, что ему просто там вот не хотелось быть, да, с этой женщиной. Ему хотелось. Ему хотелось. Он здоровый взрослый парень, да. И не потому, что там Всевышний дал ему какую-то особую силу там или призвание, некая сила, которая, о, увидел красивую женщину, сказал, а, я знаю там, что сразу включились красные лампочки, значит, к этой женщине я не подхожу. Нет. Был совершенно нормальный, простой человек со всеми человеческими потребностями. Но вот в последний момент он понял удивительную вещь, да. Неважно, там долго описывается, кто там был, что там нет, что он увидел там вроде бы своего отца в окне. Но понятно, что его отца не могло там быть. Видите, есть такое объяснение очень подробное о том, что Авраам и Цхак Яков были практически на одно лицо, а на кого они были похожи своим лицом? Они были похожи своим лицом на Адама, на первого человека. И в тот момент, когда вот к нему эта красивейшая женщина, можно сказать, его схватила за одежду, уже практически начала его раздевать, он увидел в окно это лицо, и ему, естественно, увидев лицо отца, пришло в голову понимание, что на него смотрит как бы Адам Аришон, первый человек, да. И Адам Аришон и Хава – это были те, это были первые люди, которые не устояли перед соблазном, перед вот этим змеем, да. Вот эта женщина, как змея, так к нему, вот соблазняет его и хочет изменить на самом деле ход истории, да. Через неправильный поступок уже пришло в мир много несчастья, и тут Юсеф понимает, что он не может поддаться на этот соблазн, а если он поддастся, то, соответственно, последствия будут не только для него, но и для всех поколений. И вот именно это понимание, так написано в Медраше, да, понятно, что не я пришла к этому пониманию, именно вот это смогло его уберечь именно в последнюю секунду от этой самой большой ошибки, которую он только мог сделать. Что мы с вами можем из этого выучить? Ну, именно для этого я этот урок, как бы эту беседу и сделала, чтобы каждый из нас мог понять, что от каждого из нас зависит то, каким будет наш мир. У каждого из нас на протяжении нашей жизни не один раз стоит такой выбор. И что мы выберем, зависит только от нас. Ну, и второе, как бы то, что я уже на самом деле сказала, что праведником могут стать не ангелы, не избранные Богом Всевышним люди, да, для какого-то высшего предназначения, праведником может стать только самый простой человек, тот, кто сможет преодолеть свое плохое начало. То есть человек, рожденный с возможностью выбора, с хорошим и плохим началом. Поэтому я вам предлагаю и желаю, что давайте стараться выбирать хорошее. Ну, и, конечно, поздравляю вас с приближающейся Ханукой. И делайте свои чудеса. Каждый свое. Всего хорошего.